Хлопки, прыжки, танцы, акробатические трюки и костюмированное шоу. Школа черлидинга «Задор» празднует свой юбилей. Ровно пять лет назад в Иванове открылась первая и пока единственная школа самого веселого и зрелищного вида спорта. Сейчас число «Задорят» достигло уже 200 человек. За пять лет у нас уже большой набор кубков. Мы многократные призеры кубка «Санкт-Петербурга» по черлидингу. Несколько раз завоевывали в Москве. Ребята в том году у нас взяли серебро в Таганроге. То есть в принципе достаточно большое количество наград. Руководитель Кира Мазурина, основатель и вечный двигатель коллектива об ивановских черлидерах знает теперь вся Россия. Поменялось и отношение. Сейчас они не просто красивые дополнения соревнований или праздников, но и представители отдельного вида спорта, который существует в нашей стране тоже с 2007 года. С этих времен достаточно большой путь черлидинга прошел. Мы стали видом спорта. Мы утвердили всероссийскую спортивную классификацию по виду спорта черлидинга. Спортсмены получают спортивные разряды и звания до уровня кандидата в мастера спорта. В Иваново активнее, черданс развивается номинация. И вот в этом смысле, конечно, у них достаточно хорошие успехи. Они участвуют в официальных общероссийских соревнованиях в черданс номинации. Интересно, что изначально черлидинг был исключительно мужским видом спорта. Но с появлением первой девушки в группе поддержки сразу стало понятно, что черлидинг с женским лицом гораздо зрелищнее и привлекательнее. Это ведь неудивительно. Испокон веков женщины вдохновляли своих мужчин не только на победу в спорте, но и в жизни. Наши девушки твердо убеждены, что главным в их выступлении является контакт и общение со зрителем. Столько позитива и радости он вряд ли где еще получит. Это не просто танцы и спорт, это микс. Можно здесь выразлять полностью себя. Тебе дают массу энергии, массу эмоций. И столько получаешь взамен от зрителя, что ни в каком другом виде или танцы, я считаю, не получишь. Именно контакт у тебя со зрителем. Ну а пока девочки танцуют, мальчики смотрят по сторонам. Ну в Москве был фурор. Мы приехали, было ужас. Там было 200 человек девушек где-то и нас 9 парней. И просто так вот ходишь. И они на тебя смотрят очень дико. Отношение, правда, к мужской команде пока не у всех однозначное. По-разному, да. Ну говорят там, типа, вы тоже там в юбках с помпонами. Ну просто на это нормально реагируем. Мы, ребята, из сюрприза, но сегодня без сюрприза. В чирлидинг не обязательно приходить заранее спортивно подготовленным. Им не поздно заниматься даже в 25 лет. Критерии отборов группы просты. Желание и хорошее настроение. А в остальном поможет задор. Нина Сардейская, Владимир Пашляков, РТВ Иваново.